Ребят, всем привет! Сегодня у нас тест светодиодных линз, они вот сейчас уже все три светят вот туда. Все три одновременно включены и сведены в одну точку, для того чтобы я мог максимально вам показать отличия между одними модулями и другими. Сразу скажу, интерес в этом тесте у меня был по поводу вот такого модуля, который ко мне пришел благодаря компании Dixel. Называется он светодиодный бимодуль 3R BILLET 304 500 KELNOW. В чем вообще был у меня интерес? Интерес был в том, что он очень похож на модуль от компании Optima, тоже под переходную рамку 3R. И, в общем-то, были отзывы в интернете, что светит он достаточно хорошо. Но, в общем-то, мне было интересно сравнить его с той же проверенной GTR, которую я уже, повторюсь, сто пятьсот лет использую, и благодаря тому, что она по цене получается самая дешевая. Кстати, вот этот модуль стоит, комплект модулей стоит 16 тысяч, вот этот комплект стоит 11 тысяч, и вот третий вариант модуля, который мне прислали на тест, это двух с половиной дюймовая линза G6 тоже от компании Dixel. Вот, все эти три модуля я поставил на подставочке, закрепил и сделал так, чтобы они светили в одну точку. Вот сейчас они светят, ребята, в одну точку, только для того, чтобы отключая каждый из модулей, можно было понять примерно, как он светит. То есть насколько хорошо, какая равномерность, вот это вот, все, что вы меня постоянно спрашиваете в комментариях. Ну и, ребята, еще отдельное пояснение для тех, кто не понял, вот эти две линзы трехдюймовые, а вот эта маленькая двух с половиной дюймовая. Все, естественно, светодиодные и все, естественно, бидиодные. То есть ближний и дальний, но про дальний я вам расскажу потом чуть позднее. Также, ребята, из особенностей, что GTR-ку и двух с половиной G6-ую линзу можно крепить с помощью переходной вот этой рамки на место лампы. У них есть гайки. А вот модуль 3R, он только под шпильки, без каких-либо, так сказать, переходных рамок. То есть только сверлить отражатель. И немного, ребят, по потребляемой мощности. Вот этот 3R-модуль потребляет порядка 50 ватт, то есть почти как галогеновая лампочка. Это, в общем-то, плюс в том плане, что на многих авто даже не надо будет использовать обманки. Вот эта потребляет GTR-ка в районе 27-26 ватт, и G6-ая двух с половиной дюймовая маленькая линза потребляет в районе 30 ватт, то есть даже больше, чем GTR-ка. Вот что очень интересно. Итак, ребята, что мне понравилось у этого нового модуля 3R? Мне понравилось у него, видно, что заливка гораздо более широкая, чем у GTR-ка. Вот вы видите, как сейчас он светит, и вы видите разницу. Конечно же, она гораздо более широкая, свето-теневая граница гораздо более четкая. Кому-то это нравится, кому-то это нет, но вот факт остается фактом, что она более четкая. Но основной это, конечно, ширина. И, ребята, если вот я померил все точки, сделал замеры, и увидел, что, в принципе, по освещенности в центре она практически сопоставима с GTR-кой, но дает вот значительное улучшение освещенности именно по краям. Модуль я сейчас выключил. Что еще понравилось? Понравилось это то, что это все-таки старое доброе 3R, то есть посадочные места, и вот эти переходные рамки, которые в огромном количестве присутствуют на Hello 3R, но они соответственно все подходят на этот модуль. Но кое-что и не понравилось, ребята, не понравилась вот эта решетка. Вот эта решетка, которая закрывает вентилятор, благодаря вот этой решетке он воет так, что, ну как говорится, что даже немножко страшно. И я в своих экспериментах вот эту решетку снимал, и после того, как я снимал эту решетку, вентилятор работал значительно тише, обороты падали, а продув улучшался. То есть, мне кажется, вот эта решетка, она сделана слишком с мелкими вот этими дырками, и лучше бы эту решетку было бы сделать, сейчас я вам покажу, как на GTR-ке, то есть вот в виде гриля, потому что, в принципе, во всей компьютерной технике эти решетки, они вот именно такого вида, но ни в коем случае не такого. В общем, я, когда установку делал уже этих модулей, я эту решетку полностью снимал, просто смотрел, чтобы никакие провода туда не попадали, и, на мой взгляд, так значительно лучше для модуля и для вентилятора, потому что он начинает работать значительно тише. И еще, что меня удивило, это вот эта маленькая, относительно других участников теста G600 линза 2,5 дюйма, потому что она оказалась, в общем-то, чемпионом по заливке, по равномерности. Я когда делал замеры, там настолько видно, что вот самая-самая равномерная заливка у этой маленькой-маленькой линзы. И у нее, кстати, меньше всего синевые в световом потоке, то есть видно, что светодиоды, хоть они и пришли, смотрите, на пять с половиной керленов, но чисто визуально эта линза самая-самая не синяя из всех, что у нас сегодня были на тесте. Вот поэтому, в общем и целом, она мне понравилась, благодаря вот именно своей равномерностью. И ее тоже можно использовать, но только там, где как бы 3-дюймовые линзы уже не к месту, то есть там, где родные, в районе 2,5 дюймов. Вот опять же, собрав все точки, вот, в замере, все точки в замере, собрав, посчитав, получается, опять же, то же самое, что и у GTR, примерно то же самое, что и у 3-р. То есть, в общем-то, весь свет, он примерно такое же количество идет на дорогу. Просто форма вот именно залития вот этого пучка, она меняется. У GTR она вся яркая в центре, у 3-р она тоже с максимум в центре, но по краям уже побольше, а вот у G6, вот этой линзы, там идет, наверное, максимальная такая равномерность, которую я увидел на данный момент, и она, в общем-то, в этом плане однозначный чемпион. Ну и ребята, рассказал я, в общем-то, про ближний свет, давайте расскажу теперь про дальний. На мой взгляд, самый хороший дальний свет у модуля 3-р. У 3-р, вот он максимально высокий, широкий, у GTR и у G6 линзы 2,5 дюймовый, дальний свет очень похожий, они, в принципе, примерно одинаково по дальнему свету, и он не такой высокий, как у 3-р. Поэтому я, когда выкладывал видео в инстаграме, вот как светит GTR, там люди, соответственно, говорили, что дальнего света нет. Нет, ребят, дальний свет есть, просто он, скажем так, не такой высокий, как у 3-р. Но в любом случае, убеждать я никого не собираюсь, то есть я вам просто показал, вы там сами выбирайте, какой вам дальний свет больше нравится. Я повторюсь, к дальнему свету у меня, в общем-то, претензий нет ни у какой из этих линз. Ну и теперь вот краткий, давайте подведем итоги. Буду ли я использовать вот эти 3-р, которые мне были больше всего интересны в этом тесте? Пожалуй, буду, но, по крайней мере, я их буду предлагать клиентам для установки, потому что действительно появляется некая альтернатива относительно ГТР, у которой вся яркость в центре. Здесь яркость в центре почти такая же, но ширина значительно прибавляется, значительно прибавляется. В этом плане этот модуль интересен мне и, пожалуй, я буду его предлагать. Другое дело, что он стоит, конечно же, подороже, но когда есть выборы, это уже значительно лучше, чем когда выбора нет. Касаемо вот этой G6 линзы, скажу честно, я мало использовал их, но один раз уже ставил противотуманную фару, там клиент попросил, вот именно за счет ее компактного размера поставить противотуманную фару эту линзу, поставили. Не без проблем, но сделали. Вот. Тоже, в принципе, понравилось, но вот именно специфическая такая должна быть оптика, то есть она уже изначально должна быть под 2,5 дюймовую родную линзу, то есть туда уже нет смысла ставить 3-дюймовые линзы, потому что маска родная, она будет, как правило, мешать и все равно закрывать эту линзу, поэтому вот в этих случаях как раз можно поставить именно 2,5 дюймовую линзу. Как показала практика и мои тесты, в общем-то, по освещенности они все плюс-минус примерно одинаково светят, то есть количество света примерно одно и то же. То есть тут только формат, что 2,5 дюйма, либо 3, но 3, конечно же, более ходовой. Гарантия на все эти три модуля одинаковая, она 2 года, соответственно, условия одинаковые. Ну и в общем-то, наверное, вот основные моменты я рассказал, опять же, если что-то непонятно, пишите в комментариях, я буду на них периодически отвечать. Поделитесь данным видео с соседом, у которого плохо светят фары, который хочет что-то с этим сделать и выбирает светодиодные линзы или там просто присматривается, я думаю, что оно будет ему полезно. Если вам было полезно, ставьте лайк, если было бесполезно, вы не узнали ничего нового, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео.